92 человека, замечательно, здорово, что все собрались. Так, смотрю, в чате уже беседа веселая пошли по поводу директоров, кто кем является. Классно, что нашли уже общий язык. Так, сейчас Юрий подключается и начнем. Я на связи. Все, отлично, слышно, видно, хорошо. Если у кого-то есть еще проблемы, пишите в чате еще пару секундочек, подождем. Если все отлично, поставьте плюсики, что нас слышно, видно. И вопросов ни у кого технических нет. Все, плюсики появились, отлично, значит, начинаем. Рад всех приветствовать, давно не видел вас, как, наверное, и вы, меня не участвовал немножко в вебинарах. Сегодня он у нас комбинированный, как вы уже, наверное, заметили по названию. Поговорим сегодня, что же компания Exotron может нам нового предложить в режиме в вопросах контроля топлива. Собственно, ведущий я, руководитель группы технического обучения Галилеевской, и Юрий Кузьмук, генеральный директор Exotron Technology, и, наверное, самая светлая и главная голова в компании, сколько пришлось общаться и вживую, и так, по рабочим моментам. Поговорим о том, какие решения в сфере контроля топлива стоит внедрять уже сейчас и почему. Какие появились последние интеграции в Галилеевской, в периферии, в рамках данной темы, в частности, какие усилия предлагала компания Exotron. И новинка, чат-бот в Телеграме, что он умеет, как реализовали, как это вообще работает и как это можно использовать. По регламенту продлиться, надеюсь, максимум 60 минут, задерживать вас больше не будем. Всем, кто зарегистрировался, будет видеозапись отправлена на e-mail. И в чате вопросы можно задавать, мы все равно на них будем просматривать, но если вопрос, скажем так, относительно важный, и вы хотите конкретно получить на него ответ, чтобы он 100% не потерялся, вот не знаю, у кого как настроен, где-то вот здесь вот примерно, значок с вопросами, на него надо нажимать и писать раздел «Вопросы» там. В конце вебинара мы на все вопросы ответим, что не ответим в режиме почты, потом все равно доотвечаем, скажем так, никакие вопросы не потеряются. Так, ну и, собственно, старт, какие решения стоит надрять уже сегодня, почему это важно. Собственно, экономика у нас пошатнулась, все знают, из-за чего, я думаю, не секрет, поэтому смотреть, контролировать все, где-то искать возможности экономии, продвигать, поднимать свою экономику, свой бизнес, это всегда важно. Что нового нам может предложить компания «Экзотрон»? Это возможность управления доступом и лимитом по топливу, известная система «Фуэллимитконтрол», что там нового, как компания «Экзотрон» научилась работать с 1С напрямую, достаточно, скажем так, смелое решение, редко у кого видел, все равно все, кто через костыли, кто через какие-то сторонние приложения это все делали, здесь же все напрямую, все прозрачно и быстро, самое главное. «Телеграм-бот» — это новинка, скажем так, в нашей сфере по управлению терминалами и, в принципе, всей системой. Ни у кого, честно, раньше не встречал, ни у других производителей, ни в принципе где-то, чтобы через какой-то мессенджер можно было сделать такую настолько мощную гибкую систему. Ну и постоянно улучшающийся функционал приложения в управлении выдачей топлива. Без развития — это как топтаться на месте можно долго, но вперед не бежишь, значит, и нет развития. Ну, начнем с 1С. Наверное, одна из интересных тем, что и как же там сделано. И, наверное, передам Юрию уже вам слово. Причали. Всем привет. Так, ну, начну, в принципе, с 1С. Это самый первый вопрос, который возникает у клиента, когда он хочет купить тот или иной вид контроля. То есть, это как, что касается топлива раздачи и что касается вообще контроля транспорта. Вот, мы знаем, что на сегодняшний день, то есть, основные методы работы с 1С — это, в принципе, технология API. Вот, это методика написания в рамках 1С определенных обработок, которые позволяют через логин-пароль сервера, то есть, забирать определенные, скажем так, данные, либо отправлять определенные, скажем так, команды, чтобы через API можно было управлять непосредственно командами терминалов. Вот, также выяснился еще, то есть, интересный способ, в принципе, взаимодействия. Конечно, это более глубокие проекты интеграции, где, по сути говоря, если сервер написан на среде Java, вот, и будут типовые конфигурации, то, возможно, организация, чтобы сервер непосредственно напрямую подключался через специальные компоненты к 1С и самостоятельно, в принципе, там синхронизировал, либо выгружал туда карточки, вот, я потом попозже расскажу у нас отдельный проект, где это происходит, вот, и, соответственно, либо прямо выгружал в 1С непосредственно данные о выдаче топлива. То есть, таким образом, идет минимизация, скажем так, доработок 1С, то есть, по сути говоря, сервер в состоянии выгрузить в 1С практически всю необходимую информацию напрямую, минуя, то есть, механизмы API. Вот, в двух словах, наверное, вот так. Так, я предлагаю, в принципе, перейти дальше. Вот, здесь, в принципе, показано определенный кусочек технического задания, где клиент хотел организовать выдачу топлива по штрих-кодам путевого листа. То есть, и, соответственно, в принципе, показано два основных запроса по работе с 1С. Это непосредственно либо выборка данных, вот, либо, соответственно, загрузка на сервер единоразового штрих-кода, ну, либо рфит-кода с назначенным лимитом. То есть, здесь суть отработки, что отпечатается путевой лист, дальше, соответственно, сразу через сервер на прибор отправляется лимит по выдаче топлива, вот, штрих-код печатается на путевом листе, и, соответственно, происходит идентификация не по карте, а через поднесение путевого листа. То есть, таким образом, вот, клиент захотел отработать свою технологию. И предлагаю дальше идти. Так, ну, здесь показан, в принципе, момент, связанный с штрих-кодом путевого листа. Есть, при реализации больших проектов, возникла такая ситуация, путаниц понятий управления лимитом и управления балансом. То есть, на самом деле, просто управление лимитом – это уже не модно. То есть, модно – это управление балансом по карте, потому что мы знаем, что просто лимит топлива – это не просто лимит, это, по сути говоря, есть наряд, где обозначили определенный вид работы, рассчитали норматив, сколько нужно вводить топливо, и, соответственно, этот наряд провели, и таким образом, к балансу лимита, скажем так, остатка топлива, который может получить водитель, должен добавляться следующий остаток. И, в принципе, этот тренд – это организация механизмов управления выдачей топлива не просто по лимитам, а именно по начислениям из нарядов. И, соответственно, это получается у нас уже система управления выдачей топлива по балансу, которая у нас реализована в Телеграм-боте, которую я буду чуть позже демонстрировать. Все, предлагаю идти дальше. Собственно, да, переходим уже к Телеграм-боту, что это такое. Наверное, самое интересное, что ждет нас. Мне тоже будет интересно посмотреть в живую дуэму. Да, как уже в чате пишут, вау, такого еще не было, поэтому... Так, ну что, тогда я включаю экран. Да, вот, наверное, по слайду расскажите, что это вообще под собой подразумевает, и уже экран демонстрации работает непосредственно. По сути говоря, с нами был создан отдельный движок потоковый, который работает с терминалами Galileo Sky, чуть попозже покажу, и принимает в них данные. И, соответственно, на этом же движке было развернуто подключение непосредственно к Телеграму. Вот, и таким образом мы, по сути говоря, получили некую панель управления терминалами Galileo Sky. То есть, по сути говоря, когда водителю начисляется тот или иной наряд, водитель может получить сообщение, что ему назначено задание, и ему, он может получить столько-то, столько-то топлива. Вот, дальше, соответственно, когда водитель выполняет ту или иную работу, соответственно, у нас есть возможность в конце смены водителю скинуть информацию о проделанной работе. Но так как мы это делаем сейчас для, в первую очередь, для водителя-топливозаправщика, или БЗС, то, соответственно, это получение, наконец, смены отчета о выданном топливе. То есть, по сути говоря, водитель-топливозаправщика в конце дня, то есть на Телеграме имеет готовый отчет, и он его может, по сути говоря, переписать в свою ведомость первичную и уже отдавать в бухгалтерию. Поэтому в данном случае вообще исключены какие-либо ошибки, либо расхождение между данными системы мониторинга и, соответственно, первичными документами. Так, ну, в принципе, наверное, все по этому пункту. Схемку расскажем и уже покажем то, чего, наверное, многие ждут. Да. Ну, здесь показана типовая схема, как работает Голиоскай со стандартными системами мониторинга. Мы видим, отрисованы три стрелочки. То есть у нас Голиоскай передает данные на сервер. Дальше с сервера Голиоскай может получить команды и, соответственно, произвести на них ответы. В нашей версии у нас уже использован новый функционал терминала Голиоскай, который был создан в прошлом году, где Голиоскай может самостоятельно по отдельному порту, отдельному IP, передавать запросы и получать ответы. Это позволяет организовать механизмы выдачи различных продуктов, топлива, воды и прочих разных вендинговых решений, выдачи в режиме онлайн. То есть поднесли карточку, Голиоскай, соответственно, производит по отдельному протоколу запрос сервера и, соответственно, с таблички уже получает циферку, сколько можно выдать, и, соответственно, дальше терминал управляет процессом выдачи топлива в режиме онлайн. Все. То есть в этом механизме не планируется загрузка каких-либо карточек или лимитов на сами терминалы. И вообще терминалы даже могут работать без микро-SD. То есть в отдельных решениях по технологии онлайн. Вот. Давайте покажем. Предлагаю перейти дальше, да. Демонстрации? Да. Давайте, да, ждем экран. Хочу начать с красивой картинки, чтобы рассказать предыстории. То есть компания «Экзотрон» является производителем решений в области топливораздачи в ведомственном сегменте. То есть это различные топливораздаточные узлы для выдачи топлива и различные узлы для организации выдачи на топливозаправщиках. Вот. Также отработаны несколько механизмов идентификации. То есть это идентификация по картам, идентификация по чипам на топливных баках, возможность внесения дополнительной информации через клавиатуру, такие как показания спидометра или, может быть, номер автомобиля. Вот. И то, что я рассказывал, отдельно идентификация по штрих-коду. Дальше, соответственно, у нас бортовой терминал «Галилео Скай», который может работать на два сервера, на систему мониторинга и, соответственно, на наш отдельный сервер. Вот. И здесь, в принципе, прорисована концепция, которую мы планируем реализовать. Вот. Это непосредственно несколько приложений. То есть это облачный определенный сервис, это приложение для оператора ТРК на базе телефон Android и, соответственно, непосредственно наш Telegram-бот. Сейчас дополнительно еще идет проект интеграции системы Tapas, чтобы под капот нашего сервера можно было подключать целые сети баз данных Tapas. Причем будет возможность управлять этими базами данными дистанционно. Ну и последний, конечно, в завершении планируем еще подключить сервис Яндекс.Заправки, чтобы через наш Telegram-бот можно было даже управлять непосредственно механизмами Яндекс. Ну, перейдем к самому главному. То есть я решил вам показать вживую все-таки, как это все выглядит. Вот, это непосредственно сам сервер. Вот мы сейчас видим, идет работа с терминалами. Среда разработки у нас Java, то есть IntelliJ. И мы сейчас, соответственно, переключаемся на сам Telegram-бот. Telegram-бот состоит в целом из трех частей. То есть это непосредственно общий чат, куда мы приглашаем пользователей, где, соответственно, пользователь может нажать Help и посмотреть, каким образом здесь взаимодействует. После того, как он здесь зарегистрируется, он активирует, соответственно, свой Telegram-бот. Валь, прошу прощения, не туда. Юрий, можно вас попрошу, если качество попробовать, повысить изображение, то местами размыто немножко. Может быть, медленнее проводить? Так видно? Ну, как-то проскакивает немножко размытость, но вот в чате пишут, что не всегда позволяет качество читать с экрана. Но вот сейчас хорошо стало видно, как-то так расплывчится. Так, ну, начнем с главного. Первое. Нам удалось отработать механизмы многоуровневого меню на базе Telegram. То есть мы видим, во-первых, есть нижняя панель, которую можно, в принципе, скрыть или активировать. Дальше мы нажимаем кнопочку меню. И что у нас тут есть? У нас есть раздел компании, где, соответственно, мы можем создать новую компанию, либо подключить какую-либо компанию. Ну, для примера, мы создадим новую компанию. Вот мы ее создали, и, соответственно, у нас уже здесь она появляется. Смотрим. Так. Вот теперь получается, к примеру, мы выберем компанию Zatron. Назад. Объекты. Вот. И у нас имеется, мы видим, что есть подключенный бортовой терминал, и он сейчас находится в онлайне. То есть что мы с ними можем делать? Я выбираю терминал, и, соответственно, к примеру, напишем команду статус. Вот. В системе Telegram-бот организован механизм гарантированной доставки сообщений. То есть отправленный командный терминал никогда не потеряется, даже если терминалы будут в онлайне. При этом отработана методика, что у вас есть возможность в табличном варианте сразу отправлять группу команд, и, соответственно, они все будут доставлены на бортовой терминал, вот, и отработаны. Вот. И когда терминал, естественно, включится, вы получите на это сообщение. Вот мы видим, как у нас отрабатываются команды. Так. Идем дальше. Вот. Для управления лимитами доступа, то есть организован отдельный раздел управления балансом, вот, и объекта доступа. Нажимаем объекта доступа. Соответственно, мы здесь сразу видим наш текущий список топливных карт. Мы видим, если они у нас заблокированы, вот, если они у нас безлимитные, вот, либо у них назначены какие-то лимиты. Вот мы, для примера, можем создать новую карточку, выбрать в каком формате, вот, и, к примеру, пишем карта 7777, выключаем новое. Вот. И, соответственно, мы видим, сразу автоматически произошла регистрация карты. Вот. При этом, в момент регистрации, мы видим, мгновенно на терминалы Galileo Sky уже отправляются на алгоритм команды по установке доступа на карты, либо назначения лимита. При этом, если бы у нас подключено было там 100 терминалов Galileo Sky, то у нас практически сразу в течение, там, ближайших минут на все эти бортовые терминалы были бы прописаны новые карточки. При этом у нас еще есть возможность работать в табличном варианте. То есть, к примеру, я хочу добавить новые карты. Вот. Я просто подготовил список. Нажать, создать новую метку, десятичный формат. И я, соответственно, могу прямо в табличном варианте вставить карточки. Вот. И при этом мы сейчас переключаемся на сервер. То есть, у нас сейчас на эти карточки уже будут передаваться данный прибор. Вот мы видим, то есть, пошли данные по отправке на бортовые терминалы. Далее. Что мы можем делать с этими карточками? Изменить статус. Выключить доступ. Я могу карточки заблокировать. Буквально простым нажатием кнопочки. Объекты доступа. Вот мы видим у нас заблокирование. Могу их включить. Простым нажатием кнопочки. Вот, соответственно, мы видим, часть у нас включена. Далее. В принципе, этот механизм нам позволяет полностью организовать механизмы управления как безлимитным, так и лимитным доступом. Ну, и перейдем к самому главному. Это механизм управления балансом. То есть, здесь непосредственно, это как по технологии безналичных клиентов. У пользователей Telegram есть общий баланс топлива. То есть, это, к примеру, интеризация остатков в емкостях, либо поступление дополнительного топлива на базу. Ну, к примеру, мы там оприходили, к нам приехал в Бенгалос, нам привезли 10 тонн топлива. Соответственно, мы на аккаунте Telegram видим у нас остаток 38 тонн топлива. Дальше, соответственно, у нас есть возможность перенестить это топливо на получатели. Выбираем здесь топливо. И, соответственно, к примеру, вот у нас есть Артем, на нем числится тонна топлива, и я хочу на него перенестить еще 500 литров. То есть, мы видим, идет транзакция, что 500 литров по первому продукту на такую-то карточку перенесено. Смотрим нашего Артема, на нем уже остаток полторы тонны. То есть, таким образом, с помощью вот этого механизма есть возможность приходить топливо и по балансу его распределять на карту. Причем, не только выдавать топливо, мы можем его и забрать. К примеру, мы сейчас у нашего Артема заберем обратно 500 литров. Все, проведена такая транзакция, и мы, соответственно, видим у нас же Артема опять тонна топлива. Так, ну и последнее. То есть, в принципе, после получения выдачи топлива у нас есть возможность зайти в отчеты, вот, и, соответственно, нажать на прибор и получить отчет по топливу. Причем, мы сделали по кнопочке, можно за день, вот, за неделю, там, за месяц. И если большие списки, прямо здесь в меню появляется возможность перематывать список вперед-назад. То есть, таким образом, большие списки в TelegramBot не проблема. То есть, можно заводить все, что угодно. Так, ну, в целом, по системе я, наверное, основные моменты рассказал. Вот, в планах в TelegramBot это внедрение еще механизмов управления емкостями, чтобы здесь можно было посмотреть остатки по топливу в разрезе емкостей. Вот, и реализация очень интересных механизмов. Это заказы и наряды. Вот, для реализации, скажем так, проектов по интеграции в 1С по механизмам управления выданными заданиями. То есть, суть идеи, реализация механизма, подобная, как сделана у такси, где пользователь может заказать машину, назначить ей, получается, задание, и, соответственно, водитель потом может это задание получить и исполнить. То есть, это, скажем так, в планах по развитию. Так, ну что, наверное, основные элементы я показал. Вот, предлагаю пойти по вопросам. Так, секундочку. Да, там еще пару слайдов у нас осталось не обсужденных. Вот, алгоритм управления доступом, лимитом к отгрузке. Что вот здесь можно прокомментировать? Да, очень важный момент. На сегодняшний день завершена работа полностью по алгоритму, который мы создавали, наверное, в течение трех лет. То есть, практически закончилась память приборей Galileo Sky, пришлось его урезать, чтобы он уже работал. Вот, такая как бы ситуация. Вот, на сегодняшний день алгоритм позволяет реализовать практически любые системы организации выдачи топлива по лимитам, без лимитов, вот, в онлайн-режиме. Вот, и, можно сказать, на сегодняшний день проведено уже, проведено конечное тестирование, и он работает отлично. То есть, все проблемы, все баги решены. Вот, в общем, могу сказать о поводу лимитов. Вот, ну, здесь зарисован принцип работы нашего алгоритма. На сегодняшний день у него есть два режима работы. То есть, это режим просто по карте. То есть, когда мы карточку вставили, соответственно, алгоритм отгружает топливо по назначенному лимиту. Либо режим работы в одно касание. То есть, когда мы приложили карточку, вот, и, соответственно, алгоритм активируется, вот, и отключается, если просто не было выдачи топлива, либо повторное прикладывание карты. Вот, с точки зрения организации алгоритма. Также по планам еще развития алгоритма это возможность выводить информацию о лимите, о остатке в емкости на наш табло EFET по протоколу отдельному, по 45-му подку. Да, ну, достаточно интересное решение, коллеги. Пишите в чат, как у вас сложилось впечатление, что думаете по этому поводу. И уже вот первые вопросы появились. Дмитрий Федотский спрашивает. Управление баланса в данный момент полностью реализовано, и можно пускать его в эксплуатацию? На сегодняшний день управление балансом реализовано, но сейчас нужны пилотные эксплуатации. То есть сейчас настало время проектов по тестированию продукта и получение обратной связи. То есть этими словами вы приглашаете к себе клиентов, кто готов попользоваться? Совершенно верно. Чуть попозже мы скинем ссылочку на Телеграм и нужны желающие на тест. Серия работает сейчас полностью бесплатно, поэтому нужны жертвы, где же все ставить. И вот спрашивают, можно ли ставить туда Galileo Sky 7 Lite? Да, Телеграм-бот поддерживает любые терминалы Galileo Sky. Так, ну и вот уже там часть вопросов накопилась. Данная система может работать без онлайн в карьерах, угольных разрезах? Егор Копылов спрашивает. Ну, первый момент. Система разработана в режиме офлайн-онлайн. Поэтому если у нас в какой-то период времени происходит сбор информации, то, соответственно, мы будем... К примеру, если в какой-то период времени тот же бензовоз выходит на связь. Соответственно, он синхронизируется с севером, выгружает данные, получает обновленные лимиты. Поэтому система может работать в совмещенном режиме. То, в плане, то онлайн. Ну, там у Михаила такой же аналогичный вопрос был про неустойчивую связь. Но я думаю, в этом же в ответе все содержится. Еще один вопрос от Егора. В чем преимущество между экзотрон и бензо? К сожалению, некомпетентно. Что такое бензо? Компания, видимо, да? Так, ну, я компетент. Смотрите. Те решения, которые выпускаем мы, это различные модули, различные заправочные колонки, они по конструктиве очень отличаются от бензо. Вот. Если говорить про механизмы управления выдачей топлива, то есть мы заточены под системы мониторинга, в отличие от бензо. Вот. Поэтому нельзя нас с ними сравнить. Ну, и у бензо нет телеграм-бота. Вот. И думаю, что не скоро появится. И это отложился вопрос. Через телеграм можно управлять лимитами без дополнительного скрипта через изи-лоджик? То есть, видимо... Ну, тут, наверное, вам ответить не скажу. Технологически, технологически, возможно, все. Возможно, даже на приборах, которые ничего не поддерживают, управлять с помощью команд. То есть, к примеру, вот у нас стоит терминал Galileo Skylight, без microSD, без ничего. Вот. Поднесли к нему карточку. Сервер получил сигнал, что у него есть карточка. Потом сервер берет и просто отправляет команду от 0,0. И он открыл выход. То есть, мы можем управлять терминалами даже без алгоритмов. Но это надо дорабатывать под эту сервер. Такое возможно. Вопрос от Георгия. Терминалы автограф поддерживаются в вашей системе? Нет. На сегодняшний день поддерживают столько терминалов Galileo Skylight, по причине, что тут есть среда разработки. Поэтому выбран именно этот прибор. На автографе нет возможности такие задачи реализовывать. Я от Михаила вопрос. У нас 1000-1300 машин на смене, а значит и карт столько же. Как я понимаю, администрировать такое количество через бота будет просто нереально. Мгновенно. То есть, к примеру, добавление тех же 1000 карт, мы подсчитывали, и рассылка на все приборы где-то будет уходить 28 минут. Причем, я же вам показывал вариант, что я могу просто взять список карт, прямо вот скопировать. Это будет 1000 карт, и он прямо добавится мгновенно. И сейчас, секундочку, я у меня кое-что покажу лучше. Сейчас же экран видно, правильно? Пока еще нет. Так, секундочку. Видно сейчас мой экран? Вот, да, сейчас видно. Смотрите, вот, к примеру, у нас в Узбекистан сейчас отдельный проект, я покажу, где мы подключаем базу данных ТАПАС. Вот я беру, изменить текущую организацию, Бухара, Агрокластер. И мы заходим, вот, объекты доступа. Здесь загружено 250 карточек. Вот мы видим, есть заблокированные, безлимитные, лимитные. И, соответственно, смотрите, я вот нажимаю правочку стрелы, пожалуйста. Я спокойно листаю все эти карточки. Вот 250 карточек. Очень оперативно. То есть, поэтому вопросов с большими списками нет. То есть, как отчетность, так и кнопки, если по ним идут большие списки, они группируются. Поэтому нет проблем с большими списками. Ну, это да, это очень отлично, удобно. Михаил, опять же, спрашивает, а как и где записаться на тест подобной системы теста, бота вот этого? Мы в конце вебинара скинем отдельную ссылочку, вот, для того, чтобы вы могли добавиться в нашу группу. Так, еще вопрос от Алексея. Артем, в кавычках, получил 1000 килограмм, а выдать нужно в литрах. Как-то есть вот этот перевод из одной системы исчисления в другую? Так, но это не касается бортовых терминалов. То есть, там же стоит какой-то счетчик, правильно, какой-то расходомер. У меня есть какое-то количество импульсов на литр, и идет к этому привязка. А килограмма-литр – это немножко другое. Ну, можно сказать, что там… Всегда можно сделать какие-то привязки, какие-то коэффициенты. Ну, можно сказать, что это условный единит, условно тонну он получил. Так уже, там система сама посчитает, сколько нужно все. Так, и опять же, Михаила, вопрос, заинтересовала, видимо, система. Карты в вашем списке привязаны к машинам. То есть, при добавлении есть возможность привязки. Не увидел этого в вебинаре. Смотрите, в целом в Telegram-бот продумано несколько типов меток для идентификации. То есть, это метки водителей, отдельно метки для идентификации автомобилей и отдельно метки для идентификации штрих-кодов. То есть, три способа идентификации. И, соответственно, три отдельных справочных, в которых регистрируется метка и указывается ее тип. Так, и от Ивана вопрос. Какие должны быть карты Янмарин или Мифары тоже поддерживаются? В данном случае это определяет считыватель пластиковых карт, а бортовому терминалу в Голио-Скай уже все равно и алгоритмы. То есть, будут работать то и другое. Так, и небольшой вопрос, скажем так, вопрос, как это, напоминание, что ли, да? Упоминали про семинар. Да, смотрите, планируется в апреле, вот, 15-го числа в 10 часов мы сняли отдельный зал бесплатное проведение обучения по работе с Telegram-бот. То есть, непосредственно на занятия вы сможете самостоятельно там зарегистрироваться, зарегистрировать свою организацию и научиться полностью управлять всеми механизмами и управлением доступом, загрузкой алгоритмом на семинаре. Приглашаю в гости, вот, плюс там же дам информацию по нашему оборудованию, вот, будет какой-то раздаточный рекламный материал. Поэтому приглашаем в гости. Да, ссылка уже, собственно, в чате появилась. Заходите, регистрируйтесь. Так, вопросы не прекращаются. Михаил, с чем считывается штрих-код? У вас есть какие-то устройства для их считывания? Есть ли информация об этом на сайте компании? На сайте нет. Дам информацию отдельно по запросу. Отдельно нашли сам контроллер для считывания штрих-кода и разработали по нему отдельный микроконтроллер, который уже штрих-код превращает в анвайр и, скажем так, в данные по протоколу МАДБАС. То есть, по протоколу МАДБАС можно считать полностью весь штрих-код, но данные по МАДБАС мы берем по запросу. А первые три байта со штрих-кода, соответственно, они мгновенно поступают по каналу в анвайр. Да, отличное решение. Интересно, комбинация штрих-кодов в МАДБАС переводим. Не встречалось еще такого. Так, опять же, от Михаила. То есть, карта для выдачи не нужна. Хватит штрих-кода снаряда? Да, совершенно верно. Это единоразовый лимит, это система единоразовых лимитов. Но, тем не менее, гибкость в системе большая. Не только карточку, забыл карточку, бумажку достал из кармана, отчитался, сочитал. Да, это конечно неудобно. Это очень неудобно, да. Так, ну еще пару минут на вопросы, если где-то у кого-то что-то появится. Буквально секунду, я вот сейчас скидываю ссылочку на нашу группу Телеграм. Телеграм, вот нажимайте, подписывайтесь, задавайте вопросы. Непосредственно хотел бы еще дать информацию, что помимо меня по данному проекту, и в частности ответственный за Телеграм-бот, за трон, есть такой Юрий Лотро. Он непосредственно находится в этом чате. Вы можете ему задавать вопросы, и он же будет заниматься их поддержкой. И он же будет со мной присутствовать в Москве, то есть на семинаре. Это, в принципе, человек, который придумал наши кнопки. Еще вопрос от Дмитрия Федоткина. Возможно, привязка к водителю, а не к транспортным средствам? Да, возможно. Смотрите, для корпоративных клиентов очень важно получение двойной идентификации. Бухгалтерия нужна и водителя, и автомобиля. В особенности это касается крупных предприятий, где идет посменная работа. То есть если в течение суток на одном автое работают несколько водителей, в бухгалтерии нужен и водитель, и автомобиль. Так, и вопрос от Бориса. А возможно генерация QR-кодов в Телеграм? В общем, смотрите, я вам скажу в целом, почему интересен Телеграм. Вот смотрите, к примеру, берем мы стандартный систем мониторинга. Ялон, гостмониторник. К примеру, работает диспейсер, он работал, работал, целый день проработал. В конце дня все, что он делал, у него осталось только в голове. В Телеграме все, что пользователь делает, хранится месяцами, годами. Можно вернуться на час назад, посмотреть, какой мы отчет формировали. На неделю назад какой мы отчет формировали, что мы там писали, какие запросы делали. У пользователя остается история за весь период. То есть даже если водитель у нас работал, к примеру, да, и он получал какие-то сообщения, вот, от сервера там запросы производил, у него полностью хранится вся история за целый месяц. Он может посмотреть, что он когда смотрел. Все. Это супер документирование. То есть стандартной, как бы, технологии работы с программой, таких механизмов нет. Поэтому это очень удобно. Да, и вот еще в самом начале был вопрос от Александра. А если Кремль опять будет кознень Телеграм устроить, работа вся системы встанет? Интересный вопрос. Вопрос, конечно, интересный. Мы в любом случае на Телеграм не остановимся, а будем расти дальше. Это разработка собственного приложения в любом случае. И вот, поэтому есть, конечно, такой момент, но на сегодняшний день только Телеграм-бот нам дает такие возможности, чтобы мы могли сделать именно в таком виде приложения. То есть на Viber и на WhatsApp мы, к сожалению, пока такой инструмент реализовать не сможем. Ну, сколько я увидел, какая работа была в Телеграме проделана, я думаю, вам недалеко до своего мессенджера. Мы работаем над этим, но здесь момент такой, что Телеграм-бот просто дает новые подходы по взаимодействию. И, в принципе, я думаю, это будет востребовано корпоративными клиентами. Это когда задача по управлению огромным количеством терминалов. К примеру, мы можем в Телеграм-боте прямо водителю вывести кнопки, к примеру, заблокировать автомобиль, завести автомобиль. В частности, вот на семинаре мы будем показывать, как через Телеграм-бот в режиме реальной времени смотреть коншину и работать по коншине. То есть мы можем прямо с Телеграм-бот отправить команду и после управлять автомобилем. Также, к примеру, на Телеграм-бот у нас будет реализован механизм выдачи топлива через Телеграм. То есть пользователь сможет просто выбрать колонку, набрать литраж и выдать топливо по лимиту ID Телеграма. То есть не по карте, а именно по Телеграму. Таким образом Телеграм-бот будет позволять производить выдачу с телефона. Да, вот еще от Михаила вопрос. Если выдача ведется по картам, клапан открыт, пока приложена карта. А есть ли штрих-код, тогда как система будет отрабатывать? Все очень просто. Путевой лист поднесли, система сработала. То есть если у нас система с клавиатурой, то все равно будут набирать литраж и отгрузку. Если нет клавиатуры, соответственно клапан открылся и происходит выдача топлива. Если в течение 30 секунд не будет сбежать топливо, клапан все равно автоматически закроется. И можно будет повторно по этому штрих-коду получать остаток. Илья спрашивает уже по семинару немножко. С 10 и до скольки будет длиться? Зал снят на 8 часов. Ну а дальше больше пожелания. Так, и Дмитрий спрашивает, можно ли параллельно подключить RFID-считыватель Галилео для выдачи топлива и также к терминалу Omnicom для идентификации водителя и создания ведомости топливозаправщика? Насколько я понял из текста, имеется в виду один считыватель на два терминала. Да, есть такая ситуация, проверено, что если мы возьмем ванвайр-выход и подключим его на два бортовых терминала, то оба терминала будут этот выход видеть. То есть ванвайр считывается параллельно, проверено опытом, без всяких развитителей. Да, вот еще Анатолий задал вопрос, как работает бот во внутренних сетях, но вот если можно поподробнее про это, что за внутренние сети, пока вот другие вопросы посмотрим, может быть, Анатолий уже ответит. Может, какие-то защищенные сети знают, что у некоторых клиентов, и там и сим-карты в полностью в своих сетях ездят, и доступа никуда не дает заказчик. Момент какой? Телеграм-бот никак не связан с терминалами Galileo Sky. Терминалы Galileo Sky по своему протоколу работают с отдельным сервером Java, и отдельный сервер Java работает с ботом. Поэтому, я думаю, здесь проблем не будет. Ну, вот Анатолий дал пояснение, что многие объекты не имеют выхода в интернет, но, насколько я знаю, в таких ситуациях где-то есть какой-то свой внутренний сервер. Есть ли возможность, там, не знаю, как-то копию вашего сервера передать, чтобы терминалы с ним уже работали? То есть отдать, ну, не изнутри, а как там, копию вот этого сервера, чтобы он где-то был со стороны клиента? Ну, смотрите, для крупных проектов, в принципе, рассматривается развертывание и продажа сервера локально на базе клиента. Ну, собственно, Телеграм тоже к нему привязан. Да, я буквально с кончику еще покажу маленький момент. Сейчас я открою свой экран. Вот я краем глаза покажу непосредственно базу данных. Непосредственно, вот, сервер работает на базе данных MySQL. Вот, реализован механизм Plug and Play, с помощью которого не надо заниматься регистрацией приборов на сервере. Вот, к примеру, я возьму номер сим-карты, подключусь к Телеграм-боту нашему, выберу компанию, изменю текущую компанию, ExoTron, назад, и хочу в эту компанию подключить новый прибор. Подключить новый терминал по SMS. Я просто указываю здесь номер сим-карты и нажимаю «Отправить». Что происходит? Отдельно развернутся на базе прибора Galileo Sky Base Block GSM Model, который занимается полностью настройкой, подключением терминалов. Это очень удобно для монтажников. То есть, я буквально отправил номер телефона, и сейчас отдельный прибор, вот мы видим, идет авторизация на прибор. Дальше прописывается номер вашей компании, первичные настройки, вот, и через какой-то промежуток времени этот прибор уже автоматически появится на сервере, его можно будет видеть непосредственно в своем меню. Вот, видим, прописался номер компании, 440-й. И после регистрации здесь автоматически уже появляется таблица, динамически генерируются поля в зависимости от настроек терминала. И, соответственно, с этими таблицами уже можно работать в рамках интеграции каких-то проектов. Так, секундочку. У нас уже, кстати, смотрим, прибор подключается. Так, секундочку. Вот, ну, все. То есть, я хотел показать, что реализован механизм полностью автоматизированного подключения бортовых терминалов. Их не нужно нигде заводить, либо регистрировать. То есть, все происходит на автоматическом уровне. Так, секундочку. Я хотел еще вот это показать. Объекты. Здесь еще для пользователей тоже не стоит показать. Реализованы различные шаблоны для автоматизированного управления. То есть, к примеру, вот я хочу на вот этот прибор, на нас, да, отправить целый набор команд для первичной настройки. Вот мы видим, сразу организовался список, и на прибор отправлена целая груда команд. И при этом все команды будут гарантированно доставлены. Так, все, я останавливаю. Это действительно удобно, чтобы каждую команду не постичь. Пока распространяется. Так, если мы берем про инженера, вот он прибыл на объект, да, то есть, вставил сим-карту, затем просто отправил на команду, и весь процесс с телефона уже организован. То есть, мгновенно. При этом на прибору еще есть очень много полезных команд, которые, скажем так, не всегда используются. То есть, есть возможность прям с телеграма посмотреть состояние аналоговых входов, там, 405-х входов, либо сделать запросы по коншине. Так, все, отключаемся. Есть три вопроса, два вопроса накопилось. На Яве сами писали или open-source решение, типа трактор использовали? Я пошел на крайние меры. В сентябре записался в институт Geekbrain, с Mail.ru, вот, поэтому непосредственный движок сделан был лично мной. Вот, что касается механизма в работе с ботом и меню, это реализация моего коллеги Юрия Лотова. То есть, мы вдвоем, в принципе, реализовали этот проект. Да, ну, не переставайте учиться. Это самое главное. И Михаил, опять же, задает вопрос. У нас уже есть ряд устройств EFL 6.0 со считывателями карт. Можем ли мы перейти к работе со штрих-кодами и можно ли работать параллельно со штрих-кодами и картами? Да. Да. Все, краткий, но понятный ответ. Так, комментарий шикарно. Где происходит управление правами доступа к командам в боте? Сейчас давайте тогда сразу опять демонстрацию экрана снова делаем. Смотрите, так как у нас нету как такового интерфейса, была задача реализовать механизм управления доступом посредством кнопочных панелей. Смотрите, если мы зайдем в компанию, у нас есть возможность создать компанию, либо выбрать текущую, а также есть возможность, видите, доступ к компаниям, выдать разрешение на доступ к компанию. То есть у нас есть пользователи ID Telegram, которые регистрируются, активируются. Я могу любому пользователю выдать по уровню доступа какую-то базу данных, вот, к примеру, там, базу данных, к примеру, Exotron. Хочу выдать какому-то пользователю Telegram. Нажимаю пользователя, и, соответственно, уже произошла выдача доступа. Вот, также я могу какому-либо пользователю отключить доступ от компании. Таким образом, если я владелец организации, здесь принцип такой, у каждой организации есть владелец, и владелец может либо дать доступ какой-то компании. Вот, к примеру, мы сейчас видим в списке организации, мои организации помечены цифрами, а вот есть спутник, три звездочки, и вот есть Овнер, то есть владелец, который дал мне доступ к этой компании. Поэтому есть возможность друг друга давать доступ, и есть еще возможность передачи прав на компанию. То есть если я хочу, допустим, я зарегистрировал новую организацию, повесил на нее приборы, потом выдал доступ кому-то, а потом взял, передать права на доступ, нажал ОК, и я полностью потеряю доступ к этой компании. Она у меня полностью исчезнет, а появится того пользователя. Такие же механизмы планируется сделать еще отдельно на объекты. То есть, к примеру, есть у нас там монтажник, и мы, соответственно, можем отдельному пользователю выдать доступ на отдельный прибор, чтобы он с ним поработал, а потом этот доступ забрать. Либо прибор там переместить в другую компанию. Поэтому все механизмы доступа реализованы, по сути говоря, с помощью кнопочек. Ну вот прям все предусмотрели, не найти место, где у вас тонкое, чтобы можно было как-то докопаться. Прям здорово. На новый уровень вывели. На новый уровень, да, совершенно верно. Да, замечательно. Так, вопросы, если есть, еще задавайте. Да, сейчас коллега у меня еще раз, наверное, продублирует ссылку на семинар, чтобы не потерялось. Писали много, активно работали. Да, вот ссылка в чате. Кто еще не успел, копируйте, открывайте, регистрируйтесь. Я больше чем уверен, что будет достаточно интересно, много нового, новых открытий для себя сделайте. Так, ну, вопросов пока больше не вижу. Да, сейчас у вас на экране должно появиться голосование. Отметьте, пожалуйста, насколько вебинар был полезен, что-то новое узнали. Так, и вот от Александра вопрос. Для теста системы надо ТАПАС иметь или без него можно обойтись? Без него. Без него, то есть все максимально клиент-ориентировано. Так, вот тут уже про иерархию спрашивают, как иерархия должна, какова иерархия, владельцем должен оставаться поставщик услуг или передавать доступ к клиенту? На сегодняшний день, получается, владелец организации может передать доступ пользователю Telegram, а тот пользователь Telegram может тоже дать доступ другому пользователю Telegram по цепочке. То есть таким образом может строиться ветка. Но если владелец отключит доступ, соответственно, вся цепочка потеряет доступ. Классическое дерево управления, но зато удобно, зато все понятно и прозрачно. И универсально. То есть можно друг к другу компании перекидывать, приборами делиться, временным монтажникам давать доступ на прибор, потом его забирать. То есть можно с помощью кнопок делать любые операции. Полное управление Вселенной. Так, ну, вопросов больше нет. Тогда всем спасибо за участие. Надеюсь, было интересно. Я уверен, что было интересно. Тоже много идей новых подчеркнул. Но если идеи будут, Юрий, я вам буду писать, что еще можно. Хорошо, хорошо. Так, всем спасибо. Запись, напоминаю, всем будет отправлена, кто зарегистрировался, но вдруг не смог присутствовать. Всем спасибо.